Ну что, в нашем современном мире полным стрессом всегда хочется куда-нибудь подальше уехать и потеряться от всего, отключиться от связи и кайфовать от этого. И в последнее время очень много моделей вышло у нас на рынке, которые объединили в себя самое лучшее с точки зрения вездеходов, с точки зрения квадроциклов. У нас появились так называемые модели, ну я их называю бигфутами. Это мое такое, скажем так, первое полноценное знакомство с техникой. Скажи, пожалуйста, с чего появилась марка Кайман, что подвигло придумать именно эту модель и марку и так далее. Прежде всего это агрессивное животное, оно земноводное, это та стихия, которая подходит именно нашим квадроциклам, нашей технике, нашим бигфутам. Цель, которая была преследована при создании марки Кайман, это развитие, в принципе, направления внедорожной техники и, скажем так, открытие новых горизонтов, которые ранее были недоступны владельцам маленьких квадроциклов, замечательных абсолютно аппаратиков. Также затронута часть интересов наших снегоходчиков, да, эта техника позволяет ехать по глубокому снегу значительно дешевле полноценных вездеходов и, в принципе, у нее очень большие горизонты, как при передвижении по воде, по болоту, по пересеченной местности, она альтернативой является и снегоходу. Сейчас мы попытаемся разобраться, настолько ли сбалансировать данную технику и более подробно об этом расскажем. Три модели, кратенько мы пробежимся, а потом на какой-то одной модели, самое популярное, остановимся, чтобы сделать обзор. Самая базовая модель, самая популярная и пользующаясь спросом, это модель Scout, назовем ее рыжий, то есть комплектуется он полупролитровым двигателем, мостами от Suzuki Jimmy. Передаточное звено 5.13, максимальная скорость 80 км в час, однако тяговитость и возможности, скажем так, тащить за собой какой-то, да, какой-то груз значительно выше. Соответственно, и колеса два варианта, либо заводские, либо, ну, в данном случае представлены ободрыши, просто для того, чтобы понимать, как он выглядит. Бывшие ураусские покрышки, которые ободраны, с них снят жесткий корт, весь убран для того, чтобы они все-таки были мягенькими. Вы сами это занялись или там где-то покупаете? У нас есть специальные люди, которые этим занимаются, они под нас эти колеса делают. Да, на резине, в принципе, до единицы давления, да, до одной атмосферы. При этом на болотах эта резина легко сдувается до 0,2 в плюху абсолютно и на снегу. Следующая модель, которая представлена, Кайман Экстрим. Данная модель по габаритам, размерам, одинаковая с Кайманом Скаут, да. При этом здесь установлен более мощный двигатель. Здесь стоит двигатель мотора 1.8 от Тойоты 1ZZ. Понимал, что в модели Экстрима, в модели Скаут стоят обычные мосты от джимника. Стерженно, понятно, ремонтопригодно. Есть еще один очень немаловажный фактор мостов в джиме, это их габариты. То есть, в принципе, этот квадр в нормальных габаритах и, в принципе, он влезает в любую газельку. Экстрим в данном случае идет с передаточным механизмом 4.1 уже. И переключение передач происходит на более пониженных оборотах двигателя, за счет чего достигается максимальная скорость. Ну, то есть, до 110 км в час на этом конкретном квадроцикле я разгонялся по полю. И, вы знаете, скажу, что дальше я просто побоялся сам. Здесь стоят уже максимально допустимые колеса размером 1150. На самом деле, они, по-моему, 1250 раздувают. Теперь вопрос. Здесь об Удрыше есть промышленная резина Росава. В чем отличие? Вот сюда прилетает сразу плюс 120. Вот, плюс ко всему разные диски, поэтому суммарно это плюс 150. С точки зрения проходимости, какая резина лучше? Вот эта или все-таки Росава по... На сегодняшний момент Росава – это идеальная шина под наши квадроциклы по проходимости. Однако, ее экстремальный размер и та нагрузка, которую дает эта шина в конечном итоге на мост – экстремальна. Именно поэтому модель называется Extreme. Ну и третья, действительно серьезная модель, которая представлена на рынке – это Cayman Adventure. Эта модель собирается уже на мостах от Land Cruiser Prado. Имеет двигатель 1.8. И, в принципе, совершенно легко сюда ставятся колеса 1350. В данном случае представлены колеса автороз. Эту модель мы можем ставить на хантеровские мосты от Уазика. Преимущество уазиковских мостов – во-первых, они ставятся новые, и, во-вторых, их везде можно поменять. То есть на старте это немножко дороже, но в итоге в эксплуатации это гораздо проще. Функция этого квадра, в принципе, тащить за собой, поэтому здесь передаточное звено соответствует примерно передаточному звену показателю мостов джиммера. Игорь, ну давай, наверное, остановимся на одном из показателей, который всех интересует – это скорость. За счет чего она получается? Я понял, что здесь минимальный движок 1.5, получается, когда-то Toyota Corolla. Во всех комплектациях, касаемых это Extreme и Adventure, там движок 1.8. 2-литрового двигателя достаточно для утилитарной функции, для охоты, рыбалки. Соответственно, 1.8 двигателя комплектуется либо серьезная техника с гораздо большим весом, либо желающим добиться большой скорости. Максимальная скорость, да, еще дополнительный параметр сюда включается – это передаточное число шестерен в мостах. Здесь получается правильно подобранное передаточное число, то есть у нас есть движок 1.5, к ней идет та же самая коробка, которая устанавливается в Toyota Corolla. Коробка действительно отлично работает вместе с двигателем от Toyota Corolla, и смысла ее менять на что-то еще я не вижу. То есть надежность налицо, проблемы эти двигатели и коробки не вызывают у нас в принципе. Какие-то особенности еще есть по поводу ваших заработок в этих движках или все какие-то? С двигателем внутри мы ничего не делали, но сделали один девайс снаружи. Это замечательная кнопочка самодиагностики, которая позволяет даже в тундре, в случае, если вдруг засветилась лампочка Check Edge, нажать кнопку диагностики и в принципе по световому индикатору понять, какой код ошибки вывлился на двигателе. Как это происходит? То есть в виде цвета или как-то? Ну да, эта лампочка просто моргает определенное количество раз. Если вдруг что-то не то, да, то именно так можно понять, что случилось. Какие-то кнопки для успокаивания совести? Я ей ни разу не пользовался, я ей ни разу не пользовался, но ребята, которые гоняли на мыс Канин, да, им приходилось идентифицировать, в чем была ошибка, и они заказывали запчасть именно по причине как раз определения кода ошибки. И это очень выручает, сокращает время поиска. Итак, Гирю, ну логический вопрос, да, вот так как мы по движкам все прошли, все понятно, все логично, но будет ли вариант с дизельным квадриком, с дизельным двигателем? Ну, честно говоря, запросы на дизельные моторы у нас есть, на дизельные квадрики, особенно в условиях Крайнего Севера. Вот, однако на сегодняшний момент проблематика состоит в том, что довольно тяжело связать низкооборотистый мотор и адаптировать его с коробкой, чтобы добиться высокой скорости передвижения квадроцикла. То есть дизельный мотор, в принципе, имея маленькое количество оборотов, он слишком тихоходный. Итак, ну вот, то есть мы разобрали, что да, что движок и коробка, но они оптимально сбалансированы, уже отработаны временем и признаны всеми водителями, да, на Toyota Corolla. То есть идем дальше, по поводу рулевого управления. То есть в данном случае я понимаю, что на квадроциклах Extreme и Scout, то есть там стоит рулевое управление от полкинга. Тойотовское рулевое управление. Еще раз, надежность, надежность, еще раз надежность, потому как наша задача сделать технику, чтобы она вернулась домой. Поэтому зачем отказываться от надежности? Ребят, за сегодня мы прошли 72 километра, мы в дороге были 8 часов, и я хочу подытожить. Это израиль показал то, что это мощная, надежная техника, обладающая уникальными консультированными характеристиками, позволяющая получить огромные эмоции, кайф и прочее на бездорожье. Субтитры создавал DimaTorzok